Всем привет! С вами Иван и шоу Балабал Подкаст. Сегодня у нас в гостях Влада Кубасова. Девушка, которая начала свой футбольный путь на Лос-Намяевском стадионе Аякс, а теперь добивается успехов на итальянских полях. Погнали! Ну что, Влада, ты готова сразиться со мной или нет? Да, конечно. Ты готова. Я думаю, нет вообще никаких вопросов, за какую команду ты будешь играть. Да, за Наполе. Влада будет играть за Наполе, потому что Влада играет в Наполе. Это правильно? Да. Так, давай выберем мне команду. Кто у вас главный конкурент в вашей женской команде? В вашей женской команде? Лацио. Лацио, да? Да. Все, я играю за Лацио, значит. Отлично. Давай придумаем, на какое наказание мы играем. В прошлом эпизоде я отжимался на какие-то другие... Другую группу мышц подтянуть. Давай приседания. Ну, давай приседания. Давай. У меня 20 приседаний, у тебя 10. Нормально? Или ты тоже 20 делаешь? Нет, я тоже 20 хочу. Все, 20 сделаешь. А кому? Надо еще кому-то написать в Инстаграме. В Инстаграме... Так, ну, слушай, Наполе. Кто капитан Наполе? У нас в женском команде или вообще? Нет, вообще. Инсиния. Вот, Лоренцо Инсиния, надо что-то написать. Что-нибудь на итальянском. Да. На кольтанском. Ну, ты же хорошо владеешь итальянским или не очень? Ну, как бы, понимаю, но еще так не разговариваю. Но я что-нибудь придумаю о итальянском. Хорошо. А я давай, давай, меня не будет не так интересно Инсиния написать. Я напишу кому-нибудь из женской футбольной сборной Эстонии. Кто поймет. Давай, знаешь, кто? Инна Злиднис. Я напишу Инна Злиднис, что она в порядке, молодец, все передам ей хорошего. Да, вот это супер. Это, кстати, супер. Все, давай, так сделаем. Все, я в такой форме буду играть. У меня тоже такая военная. Ну, ты можешь сказать, рассказать вообще, как ты попала в Наполе? Потому что, ну, это, для меня это что-то неординарное на самом деле. Ну, как попало. Ну, я, как бы, у всех есть, как бы, агент, у всех футболистов. Поэтому на меня тоже вышел какой-то агент, если честно. Ну, я его не знала, он не мой личный агент, у какой-то был непонятный. Ну, как бы, и вот он мне предложил, как бы, что есть команда. Ну, он написал, конечно, что я вижу, ты футболистка и всякое такое. И потом предложил, ну, как бы, ну, заинтересована ли я перейти, как бы, куда-то за границу приезжать. Ну, я сказала, что да. И он мне начал предлагать, как бы, команду. И вот одна из команд был в Наполе. И дальше, как бы, я уже убирала, там, по зарплате и всякое такое, вот. Интересно, да. И, насколько я помню, что в Наполе пришло сразу четыре игрока из Эстонии. Четыре футболистки. Да, да, да. Прямо со всеми с вами связались, да? Да, я против, как бы, один и тот же агент. Один и тот же человек. Я не знаю, в общем, он агент, как бы, или кто он. Ну, в общем, он помогает. Сейчас могу женщинам переходить по вот этому. Я, честно, даже не знал, что и в женском футболе тоже агенты. Есть. Я даже сейчас не знаю, он зарабатывает ли какие-то деньги, я думала, что она мне зарабатывала, что-то я вообще не знаю. Вообще не в курсе. Он мне так иногда пишет, типа, привет, как дела? Ну, так что да. Ну что, ты готова? Да, я готова. Так ты говорила, что насчет там зарплаты, вам уже платят в женской команде, да? Да. А сколько, если не секрет? В каком, может, точную сумму не говорить, но где-то... Я понимаю, что это никак не в мужском футболе, там, не миллионы. Не-не, ну, как бы, хватает. На жизнь хватает. В Няполе хватает, да? Да, ну, вообще, как бы, отложить тоже хватает. Ну, я не знаю, для меня достаточно. Как бы, если бы я в Эстонии работала на какой-то работе, то, в принципе, примерно так же. Окей. Ну, как бы такая, средняя эстонская зарплата, я не знаю, сколько там. Ну, типа того. Подожди, вы начинали, ты пока переходила, вы играли в серии С, то есть в третьем дивизионе. Да, да. И сразу в первый год вы вышли, там, в дивизион Б, то есть во второй дивизион, и в этом году вы лидируете, ну, вот до этой паузы карантинной. Да. Почему, как это произошло так? Что, в чем, как бы, сила вашей команды? Ну, вообще, как бы, до этого Наполе, они были в серии А, где-то пять лет назад. Ну, я не знаю сколько, ну, примерно так. И, как бы, президент клуба, ну, они там фанатики футбола, и спонсоры, и президенты все, и они, как бы, решили, что они хотят снова Наполе вывести в серию А. Вот, и они, как бы, вложились, и, как бы, решили взять игроков, как бы, из других стран, я не знаю, усилиться. Ну, и, как бы, вот они позвали нас, четверых из Эстонии, и другие игроки тоже, как бы, которые были из Италии, из Няполя, как бы, они тоже в отбории, как бы, сильные. Ну, и так получилось, что мы всех выиграли, и вышли в серию А. А на какой ты позиции сама играешь в клубе? В клубе я играю в центре поля, центральный полу защитник. Вообще, я нападающий, как бы, я пришла, как нападающий. А почему тебя передвинули в центр поля? Не знаю, у меня тренер, когда я только приехал туда, у нас был, как бы, лагерь, сборы, и он меня позвал, в таком наломаном английском, начало, ну, очень плохой, как бы, но у меня тоже был не супер, сейчас уже получше. И, как бы, он начал говорить, вот, я там твой CV видел, твое видео, и, как бы, что, я бы хотела тебя попробовать в центре поля, как бы. Ну, я сказала, ну, хорошо, можно попробовать, как бы, я никогда не играла, что я такой, как бы, оттянутый нападающий больше, да. И, как бы, все рецепты, вообще, я без проблем была. А сейчас уже... Калиху. Ух, повезло, повезло, латсу отскочил только что. Поэтому я в нападение, как бы, не играю. Ну, и, когда ты уходила из Эстонии, ты, по-моему, одна из лучших, там, снайперов, была, вообще, бомбардир, насколько я помню. Ну, вот, одна из их, ну, да, так было. Ну, в Эстонии, что там? Ну, уровень серии С выше, чем, скажем, уровень, ну, не мейстри лиги, вот это вот, высшего дивизионной стойки. Ну, вот я скажу, что серия С, наверное, на одном уровне, вот, с... С чемпиатом Эстонии? Да, с женским чемпионатом, соответственно. Как бы, серия Б, ну, выше, ну, сильнее намного, как бы, я считаю. А в серии А какие там, кто самые лучшие команды в серии А в Италии? Ювентус, Ферентино, что там у них еще, Милан, Рома, ну, как бы, четверка такая. А кто считается, ну, у вас сейчас в этом году главный конкурент Латсо, вообще в Наполе, в Няполе, какой клуб не любят больше всего в Италии? Юве. Ювентус, да? Да-да-да, они вообще просто ненавидят, я не знаю, почему. Ну, то есть, если бы тебе женская команда Ювентус предложила бы перейти, то это было бы, как бы, не очень... Ну, не знаю, я бы подумала, на самом деле. У нас, на самом деле, вратарь в этом году, она пришла к нам из Ювентуса. А, да? Ну, она была, как бы, третьим вратарем или вторым, я не знаю. Она пришла из Ювентуса. Ну, я по большому футболу... И мы ее подкалываем, как бы. Вот, как бы, вообще... А как вы ее подкалываете? Ну, я не знаю, у нас тут была, типа, у них такой есть... Не праздник, или как они... Ну, празднуют, типа, Эпифания была. Там, как бы, дарят такой, как бы, носок со всякими сладостями. А носки всякие разные. Мы, типа, носок там с Наполе подарили. Или шарф, там. И так, чтобы она сфоткалась, в инста поставила. Ну, или всякое. Ну, она рассказывала нам, например, про Ювентус, что они там... С мужской командой они там виделись, как бы, что они там очень близко... Ну, рядом были, например, тренировались. Рядом там... Она равна эту видела. Ну, там всех, как бы, всех звезд. Прикольно. А кто у тебя... Ну, она много рассказала. А кто у тебя главный такой кумир, может быть? Я не знаю, не обязательно в мужском, в женском футболе, может, кто-нибудь. Ну, вот, в мужском, например, мне вот нравится имя в Наполе, Зелинский. А, Зелинский, да? Да, ну, не знаю, прям очень... Ну, я начала следить, как бы, я вообще раньше не следила за чемпионатом в Италии. Подожди, сейчас. Забил. Вот. Я вообще раньше не следила за итальянским чемпионатом. За мужским. И вот, как бы, сюда приехала, начала. И, как бы, прям вообще болею за Наполе. А ты сколько раз ходила на стадионе? И вообще, как часто бываешь на стадионе? Я была два раза. Ну, в прошлом году один раз и в этом. Не, в этом году, может, два, я не помню. И стадион прям рядом около моего дома. Например, когда Барселона играла с Наполе, вот сейчас Лигу чемпионов. Я просто... Я кушала вечером, ужинала. И я открыла окно, там, гимн Лиги чемпионов слышала. Прикольно. Ну, как будто у меня по телеку было. Ну, прям очень. У меня прям стадион вот пять минут. И когда вот играли они с Интером, там, я прошла в магазин, смотрю, там, ну, дорогу перекрыли, они там автобусы Интера как бы. Так что, подожди. Ну, все. Опа, блин. Что там, мне кажется, мне придется опять наказание выполнять. Да, да. Класс, ну, я вижу, у тебя, ты пас хорошо в разрез даешь, как центральный полузащитник. Да, ну, я пока только этому научилась, как бы, в фифе тоже. А как долго ты играешь в фифу вообще? Ну, вот один, ну, как бы, год, наверное, просто мне подарили, как бы, летом. Ну, вот я пока тут, я играю. А так раньше у меня вообще не было. Что у тебя раньше было? Раньше не было фифы, как бы, я, ну, Xbox был, я в PES играла. В 2012-й. Пять лет играла. Ну, какой-то опыт все-таки есть, значит. Да. Что-то есть. А ты когда-нибудь в Италии рассказывала, что, ну, вообще, много спрашивают про Эстонию, там, про Таллин? На самом деле, вообще не спрашивают. Ну, как-то, мы что-то разговаривали, там, за обедом перед игрой. И они спросили, там, сколько там в Тае, в Эстонии же человек. Ну, как бы, я им сказала, что, типа, миллион, там, триста, сколько у нас там населения. Ну. И они там начали, ну, вратарь вообще, она в прошлом году начала смеяться, как бы. Я даже обиделась, потому что, она говорит, у нас только, типа, в Наполе пять миллионов. Ну, в общем, а как бы мы с ней, как бы, дружили с тематурами. Я так обиделась на нее, не знаю, ну, что-то меня задело вообще. Ну, так. Значит, не особо интересно. Ну, если бы ты еще начала рассказывать им про район Лос-На-Мя, например, то это было бы вообще. Ну, да. Про какие-нибудь истории. Ну, ты же, насколько я знаю, насколько я понимаю, ты сама в детстве провела в Лос-На-Мя, да? Да, да, да. В Лос-На-Мя я жива, я там, в вояксе, ну, в вояксе начала играть. По статистике я лучше, но ты выигрываешь. Как так? Ну, а что, я даже не посмотрела статистику, что они тебе не показывают. Ну, у меня показывают сейчас. Главное, счет. В конце игры. Счет на табло, как говорится, да? Да. Хотя, не, на самом деле, удары, все, удары одинаковые, удары в сторону, так что все, все правильно. Я всегда не помню, что ты поворот не била. Ну, ладно. Ну, вот видишь, ты не помнишь даже. Так, ну, замену мне нужно будет сделать. Ну, вот это самое время. А есть у тебя какая-нибудь с детства история из Лос-На-Мя, которую бы в Италии точно не поняли бы? Ну, не история. Может, я всегда буду думать про это. Я все время ходила на тренировки. Вот у меня только были первые бутсы, например, с шипами. Ну, и я все время ходила через Лос-На-Мяевский мост, вот так вот, дома. Все время в бутсах и в щитках, вот так вот. Вот это я так вспоминаю. Сразу, что мне в голову шло. А такой историк какой-то не был особенный. То есть ты была, как бы, простой девчонкой, там, не курила, не выпивала, не гуляла с парнями? Не, я вообще, я помню, я с детства там на поле была. И там целый день я ничего не ела, только там, что яблони росли. А много девочек было вообще на поле? Или ты только с пацанами играла? Были, основные, мальчики. Девочек не было, да. С пацанами я играла. А ты помнишь свою первую тренировку, там, как это вообще, я не знаю, выглядело? Первую тренировку? Да. Не очень помню. Первую тренировку не очень помню, но это вроде было в зале, вот там, где 21-й техникум, да, или что-то. Да-да-да. Это было зимой, я помню, что это было в зале, как бы. Сейчас женский футбол, он, ну, довольно-таки популярен. Да-да. Но раньше-то такого не было, девчонки, ну, не было вообще секции, куда прийти, потренироваться и все такое. С чего у тебя такой интерес? Ну, вообще, как бы так, с детства, так, как пацанка была. И дядя у меня, например, играл в баскетбол, и все время в детстве мы играли на улице и с ним, как бы, и... Так и получилось, что, как бы, нравилось все, что, как бы, с мячом, там, не знаю, с машинками, и, ну, как бы, вот, мы играли с дядей в баскетбол, в футбол, и... Потом мы, как бы, увидели объявление в кассете, что там, вот, набирают, типа, в женскую команду. Ну, так вот, как бы, пришли, попробовала, и пошла, и... Неплохо. А Аякс, как тебе? Какие воспоминания про Аякс? У меня, например, знаешь, какие воспоминания? Я помню, мы пришли туда просто поиграть с ребятами, и Палыч нас запрек, чтобы мы помогли искусственное поле установить, и после этого он нас выгнал, потому что что-то кто-то не так сказал, ну, некрасивое слово упомянул, и... Ага. И он нас просто выгнал, то есть мы три часа ему помогали, а он потом сказал, до свидания, ребята. Да, кстати, я где-то такую историю уже тоже слышала. Ну, по-моему, мы не единственные были, с кем это произошло, просто. Может быть, да. Нет, ну, у меня, у меня, как бы, не он был тренером, а Борис Степанович Федоренко, поэтому... Не знаю, у меня так позитивные воспоминания. Ничего такого, прям, у тебя вспомнить не могу, ну, не знаю, даже. Ну, один позитив остался, в принципе. Это я. Отлично. А как... Смотри, сначала вы вчетвером в Наполе, ну, я говорю, эстонские девчонки из Эстонии, да? А почему у вас только двое остались? Почему там другие девчата не остались? Ну, я как знаю, что их тоже хотели оставить, как бы. А я понимаю, что они сами не захотели остаться. Ну, наверное, поняли, как бы, что это не их, они не хотят, там, говорить... Это же, как бы, тяжело, все-таки ты уезжаешь, там, в связь страны, там, в другую, как бы, в другую страну адаптации, все такое. Ну, не знаю. То есть, это не клуб выгнал, они сами решили просто... Не, не, никто никого не выгонял, я даже знаю, что, как бы, их хотели дальше, ну, оставить, как бы, подписать, я не знаю, как сказать. Так что, я думаю, что они сами решили. Продлить контракт просто, да? Ну, да. Ну, да, все-таки. А мужская команда Наполе часто приходит вообще? Вы вообще в одном месте тренируетесь или у вас в разный бас? Не-не-не, у нас вообще, как бы, разные даже, у них, как бы, мы, как бы, разные клубы. У нас два разных президента, у меня не один клуб. Так что... Ну, все равно какая-то, какая-то связь же есть, все равно. Хотя бы, хотя бы та связь, что вы представляете один регион, как бы, и все такое. Ну, да. Ну, кто-то говорил, что, типа, если мы в Ассерии выйдем, что, может быть, мы будем, как бы, один клуб, что они, когда нас подпишут, возьмут, как бы, себе. Под свое крылышко. Да. Так что, хотел... Ну, нет, только, пожалуйста. Один-один. Вот, знаешь, опять я один маль повела, и ты снова, как бы, отыгрываешься. Да. А я замену так и сделала. Подожди секундочку. Это правда, что у тебя во дворе лимоны растут? Или откуда ты этот лимон взяла для шопа? Да, во дворе, прямо вот, на дерево лимон. Тут везде лимоны, мандарины просто по улице. И я не хочу, как бы. А как сейчас вообще жизнь в Италии устроена? То есть, там, скажем, как часто ты по улице гуляешь? Какая возможность есть? Как продукты покупаешь? Все такое. Как бы, я сейчас вообще почти не выхожу на улицу. Вот я раз в две недели, может, выйду, или в полторы, как бы, схожу в магазин. Иногда я делаю так, что я онлайн, как бы, себе, как бы, типа, в корзину сложу все, они мне там все купят, по пакетам расфасуют, так сказать, мои продукты. И я приду, заплачу и заберу, как бы, вот так вот, чтобы там в магазин тоже не ходить. Можно так тоже. Я знаю, что даже приносят, ну, доставка домой, типа, стареньким там людям, поэтому... А вообще, доставка домой развита в Италии, этот сервис? Нет, очень плохо. Только сейчас у них, вот, когда на карантин все ушли, вот они начали, как бы, типа, у них появилась такая опция, так сказать. Ага. До этого не было. Ну, все. Ой-ой-ой! Что творится, выбивай! Нет, ну... Ну, у нас с тобой просто заруба какая-то, не по-детски. Ну, мы просто оба слабенькие, поэтому... Ну, слабенькие только я, как бы. Я на халявку забил. Ну, да, ладно, да. Как вообще дела в сборной Эстонии? Вот вы... Тебя это, ну, как бы... Я знаю, ты с удовольствием приезжаешь, всегда играешь, помогаешь девчатам. А как это, как бы, ну, я не знаю, на психику действует? Все время вы приезжаете, как бы, ну, проигрываете, там, с большим счетом. Это как... Как это вообще влияет? Подожди. Да не, все, тут ничего, тут пенальти будет. Все. Ну, я не знаю, как бы, на самом деле... Если тебе надо плохо сказать, что я привыкла проигрывать. Потому что, например, в Эстонии тоже, как бы, я, например, никогда ничего не выигрывала в Эстонии, там, ни чемпионат, ничего. Ты имеешь в виду титулы, да? Да, ну, никакие титулы. И поэтому со сборной тоже, как бы, мы выходим, ну, не то, что проигрывать, я не выхожу, столько мыслей. Просто, как бы, это понятно, что сейчас, как бы, сильнее другие сборные. Ну, просто выходим и показываем то, что мы можем, как бы, на данный момент. Ну, не знаю, как бы, на меня никак это не действует, ни на психику, ни на что, там, не знаю, как бы, ни на настрой. Я все время выхожу, как бы, и на максимум. Я думаю, что вся команда так делает, как бы, никто, как бы, не будет проигрывать, я думаю. Ну, я даже об этом не задумывала, что как-то на меня влияет это. Поэтому, вот, ну, все нормально. А другие девчата из Эстонии часто спрашивают про Италию, там, как дела вообще? Ну, да, когда мы все собираемся, как бы, спрашивают, там, кто, там, вот, Инна тоже, она связана. В Ингаре, как бы, там, общаемся у кого, там, что, как-то, тренировки какие-то, ну, всякое, там. Ну, есть о чем поговорить, конечно. А ты, кто в Эстонии следующий игрок, следующая футболистка, кто, на твой взгляд, может сделать следующий шаг и поехать в Европу? Я, если честно, даже не знаю, я думаю, что, может, кто-то из Флоры, потому что, я не знаю, сейчас почти ни с кем не общаюсь, так. Ну, я думаю, что из Флоры, потому что, как бы, там, молодые игроки все. Ну, хотелось бы, чтобы они, кто-то поехал бы куда-то. Было бы интересно последить и вообще за бомбой. Так, подожди, а сейчас мы узнаем, здесь есть варианты вообще с пенальти? Ну, надеюсь, хочется выиграть. Нет, по-моему, только ничья. Ну, ладно, тогда в ничью, тогда давай-то кто-то напишет, а кто-то будет приседать. Или как мы сделаем? Ну, я поприседаю. Ты поприседаешь, а я напишу. Да я Ине и так могу написать, в принципе, никаких проблем. Ну, что-нибудь надо такое, надо что-то такое смешное прямо написать, чтобы прям, как я не знаю, сколько. Ну, давай, я придумаю, и мы скриншот скинем обязательно, прям этот выпуск. Перед тем, как мы закончим, у меня последний вопрос тебе. Влада, что ты будешь делать через 5-10 лет? Кем ты себя видишь и где ты себя видишь? Судей, я подготовилась к этому вопросу, потому что я его уже видела. У меня суперидея пока на карантине была. Я думала, что через 10 лет я вернусь в Эстонию. И вот так как Леваде нету женской команды больше, я хочу вернуться и как бы снова ее, как сказать, возродить и быть тренером. Это очень классная идея, на самом деле. И чтобы мы, наконец, выиграли чемпионат. На этом вообще очень хорошо заканчивать это интервью, этот матч. Слушай, если есть у тебя какое-то последнее послание нашим зрителям, можешь в легкую, в камеру говорить и обращаться. Хочу сказать, чтобы все берегли себя сейчас особенно, оставались дома и смотрели «Балабол». Это самое главное. А у меня еще вдобавок, что если нас смотрят девчата, которые любят в футбол, играют и занимаются футболом, пишите в комментариях обязательно, в каком клубе вы занимаетесь, где играете, кем хотите стать. Обязательно напишите на любом языке, неважно. Я лично прочитаю, думаю, Влада тоже в комментариях будет шарить, прочитает, будет очень интересно посмотреть. Влада, тебе огромное спасибо, очень приятно было с тобой познакомиться. Может быть, когда-нибудь увидимся, когда карантин закончится. Может, мы сюда приедем. Может быть, может быть, все возможно. Я так понимаю, что ты с удовольствием пригласишь нас. Да, уже приглашаю. Влада приглашает «Балабол» в Неаполь, это круто. Ну, а на этом, наверное, закончим. Спасибо тебе огромное. Всего хорошего тебе. Все, пока-пока. Пока-пока. Сыграли с «Балабол» в Ничу, мне нужно сделать 20 приседаний, а Иван напишет имя и комментарий. И так. А кто у меня моментов больше было? Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.